Добрый день, коллеги! С вами Ирина Хмелевская. И сегодня немножечко поговорим про тексты. Зачем психологу писать тексты? Обязан ли психолог писать тексты? Мое мнение – да. Психолог обязан писать тексты. Обязан рассказывать о том, кто он, что он, чем он занимается и чем он может быть полезен людям. Если вы не пишете тексты, снимайте видео. Тоже такой вариант. Возможно, когда вы спокойно воспринимаете себя на камере, когда вы спокойно говорите и рассказываете, опять же, делитесь тем, чем вы занимаетесь. И, возможно, тогда тоже такой способ продвижения, когда вы снимаете видео и рассказываете именно на видео, чем вы можете быть полезны этому миру. Опять же, таким образом человек знакомится с вами либо через тексты, либо через видео. Есть еще формат живых выступлений или формат вебинаров. Но для того, чтобы попасть на эти живые выступления, например, на конференции, либо на мастер-классы какие-то, на которых вы тоже можете с чем-то делиться и рассказывать. Либо для того, чтобы народ вообще про вас узнал, вам все равно нужно будет написать, сесть и написать кусочек текста. Для того, чтобы люди пришли на ваш мастер-класс, для того, чтобы они записались к вам. Какие есть варианты? Да, есть варианты нанять профессиональных редакторов либо профессиональных копирайтеров. Но это в любом случае будете не вы. Понимаете, эти тексты, они будут не ваши. Эти тексты, они будут искусственные. Они будут написаны другим человеком. И да, есть вот это несовпадение, когда человек читает текст, а на практике в жизни он видит совершенно другого человека. Я практически не пользуюсь профессиональной редактатурой, редакцией. Вот, профессиональной редакцией текстов. Тексты, которые я пишу в социальных сетях, исключительно все мои. Но я сейчас, только сейчас, наняла профессионального редактора, который будет редактировать мои тексты для выпуска книги. То есть она их чуть-чуть подредактирует, чуть-чуть что-то там внесет, какие-то изменения, какие-то добавления, может быть, какие-то вещи, которых я не увидела. Но тексты должны быть вашими. Тексты должны быть пропитаны вашими эмоциями, вашими переживаниями, вашими мыслями, которые вы хотите донести до клиентов. Пишите тексты, пишите стихи, пишите, не знаю, там, делайте, вывешивайте свои рисунки. Но как-то рассказывайте про себя миру. Если вы так и будете, тихонечко сидеть и не рассказывать, что вы психолог, или не рассказывать, что вы занимаетесь тем-то и тем-то, то люди про вас не узнают. Ко мне однажды пришла девушка и говорит, ну а что писать, уже все написано. Уже все написано. Это очень интересный подход, потому что в мире существует очень большое количество музыкантов, которые сочиняют музыку. Ну а, наверное, было бы интересно, если бы они посмотрели на ноты, семь нот, посмотрели на те произведения, которые уже выпустил Моцарт, Петховен, Бах, Шопен, Рахманинов, и они бы сказали, ну а зачем что-то писать, зачем что-то сочинять, ведь уже все написано, уже и так все-все выпустили. Ребят, ну такого не бывает, что все выпустили или все написали. Кроме того, вы через эти тексты представляете себя, вы через эти тексты рассказываете о себе, вы через эти тексты делитесь тем, кто вы, вы через эти тексты несете свои ценности, которые читатели считывают. Кроме того, вы через эти тексты несете свою энергетику, которой вы делитесь. Ваши тексты, они заряжены, и они читаются по-разному, когда вы находитесь в разных эмоциональных состояниях. И именно поэтому имеет смысл учиться писать тексты, имеет смысл ходить на мастер-классы какие-то, на тренинги, записываться ко мне, потому что я очень много даю по текстам, я проводила очень большое количество мастер-классов именно по тому, как писать тексты, из чего состоят тексты, чем они привлекательны. Не надо ни в коем случае писать под копирку, не надо писать вот эти тексты по формату какому-то определенному. Единственная просьба, когда вы пишете текст в социальную сеть или когда вы выпускаете видео в социальную сеть, один текст, одна мысль, один текст, одна мысль. Вот это видео, например, оно посвящено именно текстам, и именно зачем психологу писать тексты, именно зачем психологу снимать видео. Поэтому я вас призываю писать один текст, одно видео. Ой, один текст, одна мысль, одно видео, одна мысль. Ну, то есть вот с одной мыслью. Не надо очень много мыслей давать, не надо какие-то варианты давать мысли, чтобы человек ушел и крепко запомнил, что вы хотели сказать в этом тексте. Чтобы человек ушел и задался вопросом, который вы задаете в этих текстах. Учитесь писать тексты. Я обожаю книгу Максима Ильяхова «Пиши, сокращай». Я обожаю Аннет Симонс, которая рассказывает про стори-теллинг. Кроме того, я рекомендую прочитать книгу «50 правил сильного текста». Ну и, конечно же, ищите мои видео на YouTube, которые посвящены текстам. Есть, по-моему, у нас отдельный целый плейлист, где я рассказываю, провожу мастер-классы, живые мастер-классы про то, как писать тексты, как искать свою целевую аудиторию именно для текстов и что можно в них рассказывать. Ваши короткие посты – это вы. Ваши короткие видео – это вы. Это не только звуки, не только слова, которые вы сложили, а это вы. Это вы, это ваша личность, это ваши ценности и то, чем вы можете быть полезны этому миру. Рассказывайте, и тогда клиенты придут к вам сами, и вам не нужно будет их находить. Пишите каждый день. Один день – один текст. Всем ромашек. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok